Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами продолжим разговор об алиментных обязательствах. Под алиментами мы будем понимать средства, которые предоставляются на содержание нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи. Это могут быть алиментные обязательства, выплачиваемые родителями, своим несовершеннолетним детям или совершеннолетним нетрудоспособным детям. Семейное законодательство также предусматривает алиментные обязательства детей в отношении своих нетрудоспособных нуждающихся родителей, а также алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Помимо этого предусмотрены в законодательстве и алиментные обязанности иных членов семьи, бабушек и дедушек в отношении своих внуков, внуков в отношении своих бабушек и дедушек, воспитанников по содержанию своих фактических воспитателей и пасынков и падчериц по содержанию отчима и матчихи. Все эти алиментные обязанности, алиментные обязательства мы постараемся сегодня разобрать. И начнем мы разговор об алиментных обязанностях родителей в отношении несовершеннолетних детей, которые мы начали на прошлой передаче. Пункт 1 статьи 80 Семейного кодекса устанавливает, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Родители вправе самостоятельно по своему усмотрению определить порядок и форму такого содержания. Соответственно, по достижению детьми возраста совершеннолетия, то есть возраста 18 лет, эта обязанность заканчивает свое существование. Ребенок до 18 лет считается нетрудоспособным, независимо от того, работает он или не работает. Обязанность родителей по выплате алиментов несовершеннолетнему ребенку может прекратиться и до достижения им возраста 18 лет. В случае эмансипации, то есть получения ребенком полной дееспособности, если он работает или занимается предпринимательской деятельностью до достижения совершеннолетия. Или в случае вступления в брак несовершеннолетнего при снижении ему брачного возраста. Соответственно, алиментная обязанность у родителей возникает независимо от того, где находится ребенок, в другой или семье, в каком-то образовательном воспитательном учреждении, медицинском учреждении и так далее. Независимо от финансового благополучия или неблагополучия родителей, дееспособности или недееспособности, трудоспособности или нетрудоспособности родителей, также их совершеннолетия или несовершеннолетия, того обстоятельства нуждаются ли дети или нет. Алименты имеют целевое назначение содержания несовершеннолетнего, удовлетворения его материальных потребностей. Порядок взыскания алиментов может быть как добровольным, то есть родителями заключаются соглашения, так и принудительным. Обращаю ваше внимание, что алиментные обязанности являются как обязанности злостные, невыполнение которых влечет уголовную ответственность. Если родители заключают соглашение, то в данном соглашении они вправе определить размер содержания, который они определяют для ребенка, форму предоставления содержания, порядок предоставления содержания и иные вопросы. Алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка могут выплачиваться различным образом. Это может быть как процент определенный от заработка, это может быть конкретная твердо определенная сумма, это причем может быть сумма, уплачиваемая периодически и может быть сумма, уплачиваемая единовременно. Это может быть предоставление содержания в натуральной форме. И любые иные способы, комбинированные способы, в отношении которых будет между родителями ребенка достигнуто соглашение. Если алименты взыскиваются в судебном порядке по закону, то по действующему семейному кодексу размеры алиментов определяются следующим образом. На одного ребенка взыскивается 1 четвертая часть заработка и или иного дохода, на двух детей 1 третья часть заработка и или иного дохода. Если детей 3 и более, то 1 вторая заработка и или иного дохода. Средства на содержание ребенка будут взысканы в судебном порядке в том случае, если родители, ну либо один из родителей, не предоставляет такие средства добровольно и отсутствует соглашение об оплате алиментов. Соответственно, в этом случае другой родитель, либо опекун или попечитель ребенка, может быть приемные родители, может быть усыновитель, может быть и администрация воспитательного или лечебного учреждения, в котором находится ребенок. Все эти лица могут подать иск о взыскании алиментов в принудительном порядке. Размер долей может быть уменьшен или увеличен судом в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Соответственно, перечень видов заработной платы и иного дохода, с которого могут быть взысканы алименты, утвержден постановлением правительства РФ. Номер 841. Удержание алиментов в соответствии с данным постановлением правительства на содержание несовершеннолетних детей производится со всех видов заработной платы, то есть денежного вознаграждения или содержания, и дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, так и за работу по совместительству, который, соответственно, получают родители в денежной или иной другой форме. Причем это может быть как российская валюта, так и иностранная валюта. Также взыскиваются алименты, суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, по сдельным расценкам или в процентах от выручки от реализации продукции. Всех видов доплат и надбавок к тарифным вставкам и должностным окладам, то есть, скажем, за работу в ночное время, за работу в опасных условиях труда и так далее. Со всех премий и вознаграждений, имеющих как регулярный, так и периодический характер, а также с премий по итогам работы за год. Соплата за сверхурочную работу, за работу в выходные и праздничные дни, заработные платы, сохраняемые во время отпуска, сумма районных коэффициентов и надбавок к заработной плате, сумма среднего заработка, который сохраняется за лицом во время выполнения им каких-то государственных, общественных обязанностей, дополнительных выплат, сумма оплачиваемого питания, если работодатель оплачивает питание работника, сумма равной стоимости оплачиваемого транспорта, если работнику работодатель оплачивает проезд к месту работы, оплаты выполнения работ по договорам гражданско-правовым, сумма авторского вознаграждения за выпущенные книги, за напечатанные статьи в журналах и по всем иным видам авторских вознаграждений, также сумма исполнительского вознаграждения, различных доходов от предпринимательской деятельности, а также социальных выплат, то есть со всех видов пенсий, компенсационных выплат, ежемесячных доплат к пенсиям и так далее. Взимаются также алименты со стипендий, которые выплачиваются студентам и учащимся различных образовательных учреждений, а также в аспирантуре и докторнатуре с отрывом от производства, пособия по временной нетрудоспособности, доходов от передачи в аренду имущества, дивидендов по акциям и других доходов от управления собственностью организацией, сумма материальной помощи, денежного довольства, которое выплачивается военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и других приравненных к ним категорий. Соответственно, взыскание этих сумм в качестве с этих сумм алиментов производится после удержания с этих видов доходов или заработной платы налогов в соответствии с налоговым законодательством. Следующей категорией алиментных обязанностей являются алиментные обязанности родителей в отношении нетрудоспособных совершеннолетних детей. По общему правилу, алименты выплачиваются родителями до достижения их детьми возраста 18 лет. Тем не менее, если уже совершеннолетние дети нетрудоспособны, они также нуждаются в материальной помощи, и родители по действующему законодательству обязаны их содержать. Нетрудоспособными считаются лица, достигшие пенсионного возраста. В настоящий момент пенсионный возраст в Российской Федерации установлен для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет. Или лица, являющиеся инвалидами первой или второй группы. Если это будут совершеннолетние дети, относящиеся к инвалидам третьей группы, суд выносит решение, исходя из конкретных обстоятельств дела. По общему правилу, совершеннолетние дети инвалиды третьей группы признаются также имеющими право на получение алиментов от своих родителей, в том случае, если они не могут получить ту работу, которая им рекомендована в соответствии с заключением в ТЭК. Но если смотреть на вещи реально, сложно представить себе ситуацию, когда понадобится помощь пенсионеру со стороны своего, опять же, еще более престарелого родителя. Но не будем забывать, что речь может идти не только об алиментах заработной платы, а о каких-то иных видах доходов. То есть доходов от предпринимательской деятельности, каких-то дивидендов по акциям или иных доходов от имеющейся собственности, которыми могут располагать и престарелые родители такого, уже немолодого, скажем, ребенка. Соответственно, совершеннолетние дети признаются нуждающимися в материальной помощи в тех случаях, когда их заработка, пенсий, пособий или иных доходов недостаточно для обеспечения себя средствами на проживание в размерах прожиточного минимума. Если эти обстоятельства изменятся, если изменится материальное положение совершеннолетних нетрудоспособных детей, то, соответственно, отпадают обстоятельства, которые являются основаниями для выплат алиментов. Точно так же, как в случае с уплатой алиментов на несовершеннолетнего ребенка, в данном случае родители вправе заключить со своими взрослыми нетрудоспособными детьми соглашение об уплате алиментов. Если такой ребенок признан, совершеннолетний ребенок признан судом недееспособным, соглашение от его имени может заключить его опекун. Если таковое соглашение отсутствует, алименты могут быть взысканы в судебном порядке. В этом случае алименты могут быть взысканы только в твердой денежной сумме, в отличие, опять же, от предыдущего случая, от взыскания алиментов на несовершеннолетних детей. И размер этой суммы, которая будет подлежать уплате, будет зависеть от материального положения родителя и от материального положения нуждающегося лица, который будет получать алименты. Нуждаемость – понятие, которое в законодательстве, собственно, не раскрывается. Оно определяется в каждом конкретном случае и зависит от конкретных обстоятельств дела. То есть в той ситуации, когда у родителей имеются достаточные денежные средства, которые позволят поддерживать материально совершеннолетнего ребенка, суд назначает алименты в таком размере, чтобы по возможности обеспечить минимальные какие-то средства для проживания совершеннолетнему нетрудоспособному ребенку, а также чтобы не оставить самого родителя без средств к существованию. Соответственно, правом на обращение в суд по данной категории дел с иском о взыскании алиментов наделяются сами совершеннолетние нетрудоспособные дети. В случае их недееспособности недееспособность, опять же, может быть признана судом в случае психического заболевания, когда человек не может отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. В этом случае иск о взыскании алиментов в суд может подать их опекун. Размер алиментов будет определяться судом в каждом конкретном случае. Исходя из уровня обеспеченности сторон, то есть их материального положения, семейного положения сторон, то есть учитываются, есть ли на содержании у сторон, скажем, несовершеннолетние дети или какие-то иные лица, которые по закону могут находиться и в которой фактически находятся на их иждивении, каких-то иных заслуживающих внимания обстоятельств. Также законодательством предусмотрены алиментные обязательства совершеннолетних трудоспособных детей по содержанию своих родителей. Статья 38 Конституции Российской Федерации устанавливает, что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях и оказывать им помощь. Таким образом, это, казалось бы, с одной стороны, нравственная, моральная норма была закреплена сначала конституционно, а затем уже нашла свое отражение в Семейном кодексе. Соответственно, в Семейном кодексе определен принцип приоритетной защиты детей, но, тем не менее, в данном случае речь идет о защите иных нетрудоспособных лиц, в данном случае родителей. Нормами Семейного кодекса предусмотрено, что совершеннолетние дети могут на добровольной основе заключить соглашение о предоставлении содержания своим родителям. Соглашение об уплате алиментов может быть заключено каждым из совершеннолетних детей с каждым из родителей. В случае недееспособности одной из сторон ее опекуном. Такое соглашение может быть заключено и в том случае, когда родители не являются нетрудоспособными, не нуждающимися. Если совершеннолетние дети забывают о своем долге перед родителями, то алименты с них могут быть взысканы в судебном порядке. Надо сказать, что на практике довольно-таки редко встречаются иски родителей к своим детям о взыскании алиментов. Гораздо чаще встречается другая ситуация. Но, тем не менее, встречаются. И часто это бывают случаи, когда родитель сам в свое время не выполнял обязанности по содержанию своего ребенка. Но, тем не менее, обязанность с ребенка, если родитель не лишен родительских прав, по содержанию такого нерадивого родителя никто не снимает. В этом случае алименты назначаются и будут взыскиваться совершеннолетних детей. Если несовершеннолетний приобрел полную дееспособность в результате вступления в брак или в результате эмансипации, в этом случае алименты с него до достижения 18 лет на содержание родителей взысканы быть не могут. Размер алиментов определяется также в судебном порядке и зависит от материального и семейного положения родителей и детей. При этом судом учитываются все заслуживающие внимания интересы сторон, такие как нуждаемость родителей, нетрудоспособность родителей. алименты, которые взыскиваются по суду на нетрудоспособных нуждающихся родителей, выплачиваются в твердой сумме, как правило, ежемесячно. Если родители в свое время были лишены родительских прав, то они не могут требовать со своих взрослых совершеннолетних детей средств на содержание. В случае, если родители были лишены родительских прав, но впоследствии были восстановлены в родительских правах, освобождение детей от обязанности по содержанию родителей не производятся. Суд также может освободить детей от обязанности содержать родителей. Хотя редко, но такие случаи встречаются, когда выяснится, что родители все же не выполняли своих обязанностей и будут тому фактические подтверждения. Это может быть как уклонение от уплаты алиментов, так и, скажем, отказ от совместного проживания с ребенком. Следующая категория алиментных обязательств это алиментные обязательства супругов. Семейное законодательство предусматривает обязанность супругов материально поддерживать друг друга. Соответственно, основаниями алиментных обязательств супругов являются, во-первых, законность брака, то есть, если имели место фактические брачные отношения, то есть, не зарегистрированные брачные отношения, то обязанность по взаимному материальному содержанию у супругов, если их так можно назвать, не возникает. Второе основание это нетрудоспособность и нуждаемость супруга, которые требуют предоставления алиментов. Точно так же, как и в других случаях, в других видах алиментных обязательств нетрудоспособность и нуждаемость определяются. Нетрудоспособность это пенсионное возраст, то есть, для женщин 55, для мужчин 60 лет, и инвалидность. Первый, второй, но и под вопросом третьей группы по решению суда. И указание супруга в законе, как имеющего право требовать уплаты алиментов. Вступая в брак, мужчина и женщина принимают на себя обязанности, в том числе обязательства по материальной поддержке своего супруга. И понятно, что от этих обязательств просто так отказываться нельзя. Материальную поддержку супругами друг друга закон рассматривает как взаимную обязанность. Соответственно, этой обязанности противостоят и права каждого из супругов. Ну и поскольку взаимные права и обязанности не могут возникать в разное время, права и обязанности по поддержке друг друга возникают у супругов одновременно. В соответствии с нормами Семейного кодекса супруги вправе заключить соглашение о предоставлении материального содержания. Если один из супругов недееспособен, это соглашение от его имени может быть заключено его опекуном. Соответственно, если соглашения отсутствуют, тот супруг, который по закону имеет право на получение алиментов, может обратиться с иском в суд. Но опять же, в случае его недееспособности в суд может обратиться его опекун. Закон связывает права и обязанности супругов по взаимному содержанию с их нуждаемостью, как правило. То есть, как правило, за исключением отдельных случаев, алименты будут взысканы на супруга в том случае, если он нуждается, второй супруг достаточно обеспечен, то есть обладает необходимыми средствами для уплаты алиментов. Наличием необходимых средств считается такой уровень достатка другого супруга, при котором он после выплаты алиментов сам останется достаточно обеспеченным. Достаточно обеспеченным по закону это обеспеченным в рамках прожиточного минимума. По каждому конкретному делу решение о наличии необходимых средств вносится судом индивидуально. Ну и прожиточный минимум является достаточно условным критерием, как и в случае определения нуждаемости. Итак, кто же обладает правом на получение алиментов со своего супруга? Это, как уже было сказано, во-первых, нетрудоспособные и нуждающиеся супруги, то есть мужчины и женщины пенсионного возраста и инвалиды, нерабочий групп. Также правом на взыскание алиментов от супруга наделяется и жена в период беременности и в течение трех лет после рождения общего ребенка. В такой ситуации критерий нуждаемости не рассматривается судом. Жена имеет право на получение алиментов в том случае, если она и не нуждается. Обращаю ваше внимание, здесь речь идет не об алиментах на ребенка, а об алиментах именно на содержание самой женщины. Это связано с тем, что в период беременности, вскармливание грудью и так далее возникает потребность в многочисленных расходах, которые, по идее, должны нести оба супруга. Это право, опять же отметим, сохраняется за женщиной и после расторжения брака. Также требовать взыскания алиментов от другого супруга в праве супруг, который осуществляет уход за ребенком-инвалидом. до 18 лет. Если он инвалид первой группы, то пожизненно. Опять же, в этой случае право на алименты не зависит от того, является ли супруг, который ухаживает за ребенком-инвалидом, нуждающимся или нет. Это обусловлено в большей степени тем, что ребенок-инвалид нуждается в постоянном уходе, что влечет за собой дополнительные расходы. Ну и, соответственно, супруг, который осуществляет уход за ребенком-инвалидом, как правило, вынужден либо оставить свою работу, либо сократить рабочее время, что, понятно, будет отражаться на уровне его материальной обеспеченности. Но, исходя из общих принципов справедливости, на которых основано российское законодательство, материальные последствия инвалидности ребенка также должны быть распределены в равной степени между обоими супругами. Право на получение алиментов имеют супруги, как состоящие в законном браке, так и бывшие супруги, то есть уже после расторжения брака. Соответственно, право требовать алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют бывшая жена в течение беременности и в течение трех лет со дня рождения их общего ребенка, нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом, до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства первой группы, нетрудоспособный, нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака, и также нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста, не позднее, чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время. В соответствии с нормами семейного кодекса, суд может освободить супругов от обязанности по содержанию своего бывшего супруга или ограничить эту обязанность определенным сроком. Здесь принимаются во внимание многие обстоятельства. Это может быть и непродолжительность брака, это может быть злоупотребление истцом, скажем, алкоголем или наркотиками, которое и привело к его инвалидности, это может быть недостойное поведение супруга, требующего уплаты алиментов. Таким образом, суд принимает эти обстоятельства, заслуживающие внимания, рассматривает их, но и в соответствии с этим выносит свое решение. Нужно обратить внимание также на то, что закон не содержит определения непродолжительности или продолжительности брака. То есть решение вопроса о том, был ли брак продолжительным или не был, принимает суд в зависимости опять же от обстоятельств конкретного дела. но, как правило, если брак просуществовал менее одного года, он признается судом непродолжительным. Если брак просуществовал более одного года, но, скажем, до трех лет иногда даже до пяти лет, он также может быть признан непродолжительным, при этом учитывается возраст супругов и причины прекращения брака. Но, как правило, если брак признается непродолжительным, то алименты на бывшего супруга взыскиваются с другого супруга на период нахождения их в браке. Следующим видом алиментных обязанностей, которые мы рассмотрим, являются алиментные обязанности других членов семьи. Надо сказать, что алиментные обязанности других членов семьи, а это братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки и даже фактические воспитанники, воспитатели, падчерицы и пасынки, они являются второстепенными в отношении тех алиментных обязанностей, которые были рассмотрены ранее. То есть в отношении алиментных обязанностей родителей и детей, а также супругов и бывших супругов. Что это значит? Если невозможно взыскать алименты, скажем, на ребенка со стороны его родителей, то в этом случае закон в интересах ребенка предусматривает возможность взыскания алиментов с других членов его семьи. Если на нетрудоспособного, нуждающегося человека нельзя взыскать алименты ни с его родителей, ни с его взрослых, ни с совершеннолетних детей, ни с его супруга или бывшего супруга, опять же возникает возможность взыскать алименты с иных членов семьи. Давайте рассмотрим эти вопросы чуть поподробнее. Итак, трудоспособные совершеннолетние братья и сестры, обладающие необходимыми средствами, в соответствии с Семейным кодексом обязаны содержать своих нуждающихся, в материальной помощи несовершеннолетних братьев и сестер в случае невозможности получения ими содержания от своих родителей. Это же правило распространяется на те случаи, когда нетрудоспособные, нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры не могут получить содержание от своих трудоспособных совершеннолетних детей, супругов бывших супругов или родителей. На основании Семейного кодекса братья и сестры также могут заключить соглашение о предоставлении алиментов. В случае заключения такого соглашения размер алиментов, порядок их уплаты, условия уплаты определяются целиком и полностью соглашением. К исполнению алиментной обязанности могут привлекаться только родные братья и сестры, как полнородные, то есть имеющие общих и отца и мать, так и неполнородные, то есть имеющие одного общего родителя. Обязательным условием возложения на них алиментной обязанности, как уже было сказано, является невозможность получения алиментов от лиц, скажем так, первой очереди, то есть родителей, совершеннолетних детей, супругов или бывших супругов. Если соглашение между указанными лицами отсутствует, то обязанность по уплате алиментов может быть на них наложена в судебном порядке. Нуждаемость несовершеннолетних братьев и сестер или совершеннолетних нетрудоспособных братьев и сестер определяется точно так же, как и в предыдущих случаях. Далее, несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи внуки, в случае невозможности получения содержания от своих родителей, имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами. Такое же право предоставляется совершеннолетним нетрудоспособным, нуждающимся в помощи внукам, если они не могут получить от своих супругов, бывших супругов или от родителей. В свою очередь, нетрудоспособные дедушка и бабушка и нуждающиеся в помощи в случае невозможности получения содержания от своих совершеннолетних детей или от супругов бывших супругов, имеют право требовать в судебном порядке получения алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних внуков. Если внуки обладают необходимыми для этого средствами. Опять же, во всех этих случаях стороны могут заключить соглашение о добровольной уплате алиментов. Также нетрудоспособные нуждающиеся лица, которые осуществляли фактическое воспитание и содержание несовершеннолетних детей, имеют право находиться на содержании своих совершеннолетних трудоспособных воспитанников. Здесь идет речь о лицах, которые содержали ребенка, не производя усыновления. Скажем, о приемных родителях. Соответственно, совершеннолетние фактические воспитанники вправе заключить соглашение о добровольном содержании своих фактических воспитателей. Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачехам, воспитывающие и содержавшие своих пасынков или патчериц, также имеют право на получение в судебном порядке содержания от трудоспособных совершеннолетних пасынков и патчериц, которые обладают необходимыми для этого средствами. Опять же, во всех этих случаях, напоминаю, это обязанность второстепенно для воспитанников патчериц, пасынков. То есть, если их фактические воспитатели, мачехи и отчимы не могут получить средства на содержание от своих детей, супругов, бывших супругов. Опять же, такое интересное обстоятельство, что суд может освободить воспитанников, пасынков, патчериц от обязанностей содержать своих воспитателей, мачехов, мачех и отчимов, если последние их воспитывали и содержали менее пяти лет, или если они выполняли свои обязанности по воспитанию или содержанию ненадлежащим образом. Далее мы рассмотрим порядок взыскания алиментов. При отказе от добровольной выплаты алименты взыскиваются через суд. Требовать уплаты алиментов в судебном порядке могут те лица, которым такое право предоставлено Семейным кодексом. Таким образом, требовать обращаться в суд имеют право несовершеннолетние дети, соответственно, через своих представителей. Совершеннолетние нетрудоспособные дети, нуждающиеся в помощи, а также нуждающиеся в помощи родителей, супруги, бывшие супруги, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки, фактические воспитатели, отчимы и мачехи. Тем не менее, если между указанными лицами было заключено соглашение об уплате алиментов, они лишаются права требовать алиментов в судебном порядке. В таком случае иск о взыскании алиментов не подлежит удовлетворению. При имеющемся соглашении истцы вправе требовать лишь принудительного исполнения данного соглашения. Законом предусмотрено предоставление ряда процессуальных льгот истцам по искам о взыскании алиментов. В частности, они освобождаются от уплаты государственной пошлины. Иск по усмотрению истца может быть подан в суд как по месту жительства ответчика, так по месту жительства истца и так далее. Решение суда о взыскании алиментов приводится в исполнение немедленно, даже до вступления его в законную силу, что не производится по другим категориям дел. На требования о взыскании алиментов не распространяются сроки исковой давности. То есть иск о взыскании алиментов может быть подан в любой момент до истечения срока существования самого права на получение алиментов. Но это если мы говорим о несовершеннолетних детях, то есть в любой момент до достижения ребенком возраста 18 лет. Единственным препятствием, как я уже сказала, к удовлетворению требования о взыскании алиментов в судебном порядке может послужить лишь соглашение, подписанное сторонами соглашение о добровольной оплате алиментов. Также суду предоставляется право вынести постановление о временном взыскании алиментов еще до вступления решения суда в законную силу. В случае взыскания алиментов на несовершеннолетних детей, суд может начать производить такое взыскание непосредственно с момента обращения истца в суд. То есть до начала рассмотрения дела в суде. Это правило обусловлено в первую очередь общим принципом семейного права о приоритетной защите прав и интересов детей, несовершеннолетних детей и их защиты. А также тем обстоятельством, что конкретный размер алиментов в законе предусмотрен только для несовершеннолетних детей, а для остальных категорий получателей алиментов все равно необходимо рассматривать дело для определения размера алиментов, подлежащих уплате. Определяющим условием при взыскании алиментов в судебном порядке являются материальное и семейное положение сторон. Еще раз повторю, что в законе только четко определен размер алиментов, подлежащих уплате на несовершеннолетних детей. Одна четвертая заработка на одного ребенка, одна третья на двоих и одна вторая на двух и более детей. И то этот размер, с учетом имеющихся обстоятельств, может быть судом изменен. В случае, если при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей алименты будут установлены в меньшем размере, чем это предусмотрено в семейном кодексе, а временное взыскание алиментов было произведено именно в данном размере, только что озвученном, то излишне выплаченные суммы возвращению не подлежат. Если будут взысканы алименты в размере превышающем указанной, то, соответственно, образовавшаяся разница должна будет быть выплачена плательщиком алиментов. Соответственно, администрацией, работодателя, предприятия, организации, где работает плательщик алиментов, производится ежемесячное удержание алиментов по соглашению сторон либо по исполнительному листу, которые обладают равной юридической силой. Обязанность администрации удерживать алименты распространяется на администрацию предприятий, учреждений и организаций вне зависимости от их формы собственности. Законом предусмотрен одинаковый порядок удержания алиментов по исполнительному листу и нотариально удостоверенному соглашению сторон. Исполнительный лист выписывается на основании судебного решения о взыскании алиментов не позднее следующего дня с момента вынесения решения. Также следует учесть, что если решение о выплате алиментов будет обжаловано в вышестоящей инстанции, то это не влияет на порядок выплаты алиментов и не приостанавливает их выплату. И выдачу исполнительного листа, поскольку решение о взыскании алиментов, как уже только что сказала, подлежит немедленному исполнению. Исполнительный лист может быть сразу направлен администрации по месту работы лица, обязанного выплачивать алименты, либо выдан на руки лицу, получающему алименты. По его просьбе и впоследствии им лично направлен администрации предприятия, на котором работает плательщик алиментов. Точно так же можно вступить и с нотариально заверенным соглашением об оплате алиментов. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok